Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Давайте продолжим наш интернет проект, изучаем ПЛК-контроллер, электронику, электротехнику. Сегодня продолжим наш знакомство с ПЛК от конструкторского бюро Агава. Это у нас будет ПЛК-50. Вот так выглядит данный контроллер. И будем работать еще с ПЛК-60. Вот так выглядит данный контроллер. В прошлом видео мы реализовали задачу, которая у нас ПЛК-50 мастер сети. Мы подключили к нему ПЛК-60 подчиненного устройства по интерфейсу RS-485 протоколу от BASR-2. И считали значение переменной с типом Word из ПЛК-60 в ПЛК-50. Сегодня давайте реализуем следующую задачу. Нам необходимо считать из ПЛК-60 переменную с типом Real. Здесь мы можем пронаблюдать, что в закладке мат.бас.лейф.комп.порт мы работаем с переменными с типом Word. И просто так передать значение переменной с типом Real у нас не получится. Передать ПЛК-50 и считать из ПЛК-60. Давайте сделаем подготовительные работы. Зайдем в проект для ПЛК-60. Здесь нажмем левую кнопку мыши по Application, затем правую кнопку мыши. И выберем добавить объект, объект ДАТ. Здесь мы выбираем объединение. Нам необходимо присвоить имя данному объекту. Имя данному объединению присвоим Word2.Real1. Нажимаем добавить. Здесь нам нужно объявить две перемены. Это у нас будет переменная Real1 с типом Real. И у нас будет массив Word2. Стоящее из двух переменных. Стоящее из двух переменных. С типом Word. Дальше мы перейдем к PLCPRG. И здесь в редакторе объявлений объявим экземпляр нашего объединения. Нажмем F2 на клавиатуре. Здесь выбираем структурированные типы. Application. И выбираем наше объединение. Это у нас будет экземпляр первый. С типом Word2.Real1. И так же давайте объявим переменную Real1. А значение этой переменной будем передавать. PLC50. Мастер у сети. Переменная с типом Real. И объявим переменную Word2. Это у нас массив. Это у нас массив. Состоящий из двух переменных. С типом Word. Давайте теперь здесь пропишем следующее. Наше объединение. Word.Real1. Первый экземпляр. Ставим. Ставим точку. У нас переменная тип. С типом Real. Двоеточие. Знак равно. Присвоение. Присвоим значение Real1. И дальше пропишем переменная Word2. Это массив. У нас. Присвоим ей значение. Word2.Real1. Объединение. Точка. Word2. Точка с запятой. Попробуем произвести компиляцию. Компиляция прошла успешно. Сохраняем проект. И теперь. В прошлом видео я рассказывал о буфере. Вот этот вот. Регистр. Холдинг. Буфер. Здесь у нас будут храниться переменные. Которые можно будет прочитать с помощью функции чтения 3. По протоколу MadBus.RTU. Здесь мы пропишем. Кейкхолдинг.буфер. У нас индекс массива. Это адрес регистра. У нас будет первый регистр. И второй регистр. Переменная tp.reel. У нас будет занимать два регистра. А здесь пропишем переменная Word2. то есть наш массив. Здесь у нас будет индекс 1. Здесь будет индекс 0. А вот здесь вот будет индекс 1. Давайте произведем капилляцию. Сохраним проект. Зайдем в устройство. Произведем сканирование сети. Контроллер обнаружен. Выбираем его. Возвращаемся в PLCPRG. Так, здесь индекс 1. Сохраним. Производим загрузку программы в контроллер. И предположим переменная riel1 имеет значение минус 150,5. И 50. Окей. Отладка записает значение. И видим, что вот наше объединение разделило эту переменную на две переменные с типом Word. Сохраним проект. И давайте теперь подготовим проект для PLCPRG. Для PLCPRG.50. Здесь нам необходимо также создать объединение. Ну, поскольку оно у нас уже создано, мы можем его скопировать. Копируем. Вставляем. Дальше нам потребуется также переменная riel. Ну, предположим, будет такое же название, как в том проекте для PLCPRG.60. Рио1 с типом рио. И у нас будет массив Word2. Массив. Состоящий из двух переменных. С типом Word. Ну, и также нам необходимо объявить экземпляр нашего объединения. Здесь нажмем левую кнопку мыши. Затем F2 на клавиатуре. Структурированные типы. Application. Наше объединение. Это у нас будет объединение WordRiel1, первый экземпляр. И WordRiel, с типом WordRiel, Word2, Riel1. И дальше пропишем следующее. Переменной Riel1 присвоим значение. У нас объединение Word2, Riel1, экземпляр первый, точка Riel. Значение переменной Word2 присвоим объединению точка Word2. Двоеточие, знак равенства. Так, здесь точка. Word2, двоеточие, знак равенства. И присвоим значение вот этого массива. Дальше зайдем в MatBusSlave. Здесь канал MatBusSlave. Добавим канал. Функция чтения по протоколу MatBusRTOO3. Сдвиг у нас будем с первого регистра производить чтение. Длина регистров 2. Длина 2 регистра. Ок. Проверяем. Через нечистим исчисления. Первый регистр. Считываем 2 регистра. Начинаем с читания первого регистра. Считываем 2 регистра. Дальше соотносение входов-выходов. Здесь раскроем. И здесь щелкаем левую кнопку мыши. Появляется квадрат. Производим привязку. Привяжем переменную массива Word2 с индексом 0. А сюда привяжем переменную Word2 с индексом 1. Попробуем произвести компиляцию. Сохраним проект. Заходим в устройство. Производим сканирование сети. Контроллер обнаружен. Выделяем его. Нажимаем ОК. Переходим в PLC и PRG. Загружаем программу в контроллер. Переводим контроллер в режим работы. Нажатием кнопки старт. И видим мы получили значение. Из PLC 60. Вот у нас PLC 60. Здесь у нас значение 150 минус 150 целых 5 десятых. Ну и давайте для наглядности данное значение выведем на экране в цветном сенсорном дисплее PLC 50. Заходим и щелкаем в левую кнопку MESHIP APPLICATION. Затем в правую кнопку мыши добавим объект. Объект визуализация. Имя объекта пока так и оставим. Визуализация. Здесь по привычке захожу в менеджер визуализации. Ставлю галочку использовать строки и не код. Для того чтобы символы руткого алфавита отображались корректно. Заходим в визуализацию. Здесь у нас инструменты базовые. Скругленный прямоугольник. Здесь текстовая переменная. Выберем нашу переменную. Это у нас переменная REL1. Сделаем шрифт покрупнее. Полужирный. И здесь нам для того чтобы была возможность отображать текстовую переменную. Необходимо в поле текст ввести значение знак процента и S как доллар маленькая. Дальше подключаемся к контроллеру. Переводим его в режим работы с помощью нажатия кнопки старт. И здесь наблюдаем значение, которое мы задали в ПЛК 60. Давайте отредактируем это значение. Предположим пусть будет это значение 550,5. Отладка записать значение. Видим, что ПЛК прочитал это значение. Можем ввести значение положительно. Предположим это будет 550,53. Отладка записать значение. И видим, значения у нас корректно отобразились. Произведем сохранение проекта. Для ПЛК 60 проект также сохраним. А на этом наше небольшое видео завершаем. Спасибо.